Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас тема агрессия у детей с аутизмом раз и другими нарушениями развития. У многих детей, находящихся в аутистическом спектре, присутствуют немотивированные вспышки агрессии. Такие вспышки могут исчезать периодически, потом могут возвращаться, могут быть чаще или реже. При таких вспышках ребенок, как правило, выглядит невменяемым, у некоторых становится отсутствующий или зверский взгляд, и ребенок может проявлять физическую силу, не характерную для своего размера и возраста. Чем старше ребенок, тем больше опасность для окружающих могут нести такие вспышки. Эти вспышки очень пугают родителей и окружающих людей, а когда ребенок подрастает, то они фактически закрывают ему дорогу в любой детский коллектив. Когда родители обращаются к психиатрам, то ребенок получает рецепт на психотропные препараты. Эти препараты иногда подходят, и тогда наступает более-менее нормальная жизнь, а иногда не подходят, и тогда одни проблемы могут смениться другими или даже ухудшиться. Вопрос, почему возникают такие вспышки агрессии, и можно ли с ними справиться без психотропных препаратов? Здесь мы поделимся нашим опытом, который может помочь хотя бы частью таких детей. Мы заметили, что, по крайней мере, у части детей вспышки агрессии вызываются нарушениями метаболизма. Иногда это связано с ферментной недостаточностью. И если для такого ребенка имеется подробный анализ крови, то часто можно видеть пограничный уровень глюкозы и некоторые другие параметры с пограничными или повышенными значениями. Например, часто у таких детей высокий уровень витамина В6 в крови, но не только. Там должен быть комплекс показателей. В таких случаях уменьшить или даже свести к нулю количество интенсивной вспышек агрессии помогает обнаружение продукта, который не может быть правильно усвоен организмом ребенка. Поиск такого продукта или продукта не всегда прост, потому что виды и проявления ферментной недостаточности могут быть самые разнообразные. Я расскажу, с чем нам приходилось встречаться. Первое в списке это глюкоза. Очень распространенные случаи, когда поведение ребенка сильно портится при употреблении в пищу быстрых углеводов, и особенно сахара и сахаросодержащих продуктов. Вычислить, что ребенку нельзя сахар, довольно просто. Дети, реагирующие на сахар при употреблении сладкого, становятся гиперактивны, возбудимы, могут увести себя неадекватно. Может возникать немотивированный смех. В некоторых случаях возникают немотивированные вспышки агрессии. Ребенок может вдруг накинуться на того, кто рядом, укусить его или оцарапать без малейшего повода со стороны пострадавшего. Следующие в списке это молочные продукты. Они являются следующими по распространенности ошибочной реакции организма, то есть это молоко и его производные. В некоторых случаях анализы могут показывать частичную лактозную непереносимость. Родители переводят ребенка на безлактозное молоко и прочие продукты. Ситуация улучшается, но обычно ненамного, а со временем возвращается обратно. Это говорит о том, что организм неправильно реагирует не только на саму лактозу, но и на другие молочные компоненты. Когда такому ребенку убирают все молочные продукты, то есть вводят безлактозно-безказиновую диету, то ситуация резко улучшается. БЛБК-диета не очень проста для некоторых стран, потому что в большинстве стран молочный порошок добавляется практически во все продукты. В хлеб, в колбасу, в сосиски, практически в любой обработанный продукт или полуфабрикат. Поэтому те родители, которые понимают, что их ребенок реагирует на молочные компоненты, должны очень внимательно относиться к составу любых составных готовых продуктов или полуфабрикатов. Возможно, что в ваших краях придется переходить только на домашнее питание. Внимание придется обращать и на продукты, где лактоза не должно быть по определению. Например, мы с удивлением узнали, что лактозу могут добавлять в заменители сахара. Лактоза, как правило, присутствует в пробиотиках. Честно говоря, очень много где. Следующий в списке продукт – это белки. Иногда бывает, что родители убирают молочный или сахар. Ситуация улучшается, но не до конца. Некоторые родители переводят тогда ребенка на безглютеновую диету. Есть дети, для которых диета БГБК реально работает и поведение выходит в норму. Но есть дети, у которых сначала на БГБК диете наблюдается улучшение, а потом начинается ухудшение. А в дополнение может появиться новый симптом. У ребенка изо рта начинает пахнуть ацетоном. Ну и еще другие. Если это происходит, то вероятность того, что у ребенка имеется та или иная ферментная недостаточность, близка к 100%. Что делать в этом случае? Для исправления ситуации следует немедленно отменить безглютеновую диету. Параллельно с этим нужно убрать из рациона белки и жиры животного происхождения – говядину, курицу. Таким детям можно давать глюкозу в небольших количествах. Это поможет стабилизировать состояние. Как только ребенок становится спокойнее, можно начать потихоньку добавлять животные белки, начиная с яиц или рыбы. Если эти белки усваиваются нормально, то их можно вводить в рацион. Если поведение ребенка меняется, начинаются проблемы с животом или стулом, то это признак, что вот именно эти белки из рациона лучше убрать. Когда есть такая проблема, то иногда очень нелегко найти продукты, которые являются источником неприятностей. Вот наиболее частые из них. Субпродукты любого типа, то есть требуха, печень, кожа птиц и животных, хрящи, любые части говядины. Иногда бывает реакция на морепродукты, красную рыбу. Бывает реакция на сою, на некоторые орехи. Это все очень индивидуально и такой кропотливый поиск требует от мамы большого внимания и усилий. Для облегчения поисков можно вести дневник, где ежедневно записывать, что и сколько ребенок съел и как себя потом вел, как спал и прочее. При этом необходимо учитывать те случаи, когда ребенок там у кого-то другого отобрал, скажем, шоколадку или еще что-нибудь. В общем, короче, нужно учитывать абсолютно все, что попадает ему в рот. Ну и последние списки, хоть и не является едой, но тоже может провоцировать вспышки агрессии. Это боль и любой другой дискомфорт. Дети, подверженные подобным пищевым чувствительностям, часто неадекватно реагируют на любую боль. Даже самую слабую с точки зрения взрослого. Даже на такую, которую, скажем так, мы расценим просто как, ну, подумаешь, какое-то там неудобство, дискомфорт. Так вспышки агрессии могут возникать, как реакции на головную боль, на зубную боль. Да, зубная боль очень часто является причиной боли в животе. Если ребенок невербальный, то бывает очень сложно понять, что же произошло. Соседка угостила запретной конфеткой или схватила живот. Даже говорящие дети зачастую не осознают себя настолько, чтобы четко сказать, зуб болит. Как правило, если удается вычислить подходящий рацион и соблюдать его, а также исключить боли в животе, в зубах и прочее, то в течение от двух до четырех месяцев ситуация стабилизируется и реакции перестают быть настолько острыми. Ребенок становится более адекватным, а в некоторых случаях улучшаются его когнитивные и прочие способности. До свидания, до следующей встречи.